ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Состояние всё вот такое. У тебя? Тело? Да. Да? Не знаю. Забитые ноги нормально? Нет вообще. Отпустит. Задыхай почувствуй. Отпустит, отпустит. Её на дорожку пытаюсь. Да, да, да. Вот ты так и делай. Ты так и делай. Расслабляйся просто, оно отпустит. Могло быть после старта, знаешь, что это всё равно. Спазм. Спазм, да. Если у меня-то спазм, то его остановим. Чемпионат мира не отпускает. Он заставляет дрожать тело, мешает подбирать слова и начинает прощупывать. Настолько ли крепки те, кто увёз с собой золото? Для российских танцоров Виктории Синицына и Никиты Кацалапова победа в Стокгольме – это и восторг, и вызов, и испытания, которые надо пройти в этот олимпийский год. Не нужно изобретать какой-то велосипед, не нужно говорить, ну, теперь всё, мы всё забываем, что было раньше, теперь Олимпиада. И надо что-то глобально-эпохальное изобрести в постановке, глобально-эпохальное в музыке. Я должен поменяться, мы должны тренироваться теперь по 15 часов в день. Мне кажется, это утопия. Я уже через это проходил, я тоже в возрасте 30 лет, когда готовился к Лили Хамеру, начал вдруг вместо двух, там, с половиной часов в день. Мне уже 30 лет было, то есть, не молодой мальчик. Я решил тренироваться по 5 часов в день. Я умер прямо ко вторнику, то есть, меня уже не было. Я понял, что это совершенно утопическая идея, то есть, не то важно, как много ты работаешь, а важно качество, как ты работаешь. Тут должно быть всё очень продумано. И об Олимпиаде начать думать где-то там к ноябрю, к октябрю. Тогда, я думаю, мы спасём свои мозги. Я думаю, что мы подойдём максимально концентрированно к этому сезону. Хочется прям вот собраться все вместе, вот всей нашей командой. И вот прям идти весь год, не останавливаясь. Ну, то есть, посвятиться целиком и насладиться вообще не только попаданием на Олимпийские игры, а вот всем этим процессом. Очередной тренировочный день. На каток, спрятанный среди промзон на северо-западе столицы, Виктория и Никита приезжают поочерёдно и спешат в раздевалку. Один как будто продолжает движение другого. Тот же темп, тот же ритм, та же амплитуда. Сейчас они по обычному коридору движутся практически в унисон. Но семь лет назад, когда пара Синицына-Кацалапов только образовалась, каждый шаг давался с трудом. Нет, они вращались, скользили, но долго не чувствовали и не до конца понимали друг друга на льду. Харизматичный, уже титулованный Никита и нежная Виктория, которая чаще опускала, чем поднимала глаза. Тогда многим казалось, что два этих фигуриста не смогут стать парой мирового уровня. Но у них была вера, и терпеливо учиться готовы были оба. Ты не можешь просто в паре быть один классным. Вот вы должны друг другу помочь, помогать, и вы собираете ваш общий образ. Наверное, сначала нам обоим, не только Вики, приходило это понимая, какие мы вообще вдвоем на льду. Период, когда мы поняли, что все, мы точно вот сейчас едем в одинаковом направлении, чувствуем друг друга. Он пришел не супер давно, ну, три, наверное, да? Года три-четыре назад. Четыре назад. Я видел всегда перспективу в этом дуэте. Мне всегда было непонятно, можно ли Вику эмоционально раскачать. Потому что с Косолаповым у меня было много лет работы еще с Ильяных. Я знал, что это за человек. Его как раз надо эмоционально было немножечко успокоить. Ну, мне кажется, что за три года нашей работы, мне кажется, что нам удалось сделать, ну, прям, очень сильную пару. Никита стал во многих вещах более сдержанным. Много делает теперь для партнерши. Если раньше это скорее было соревнование с партнершей, кто лучше? А в паре это не всегда хорошо. Ведь самые лучшие партнеры, как Дин, Мойер, они партнершу преподносили, показывали. Но, тем не менее, сами были очень крутыми партнерами. И их было всегда очень видно. Вот мы с Никитой много об этом разговаривали. Мне кажется, он понял, что я от него хочу. Что с балансиком? Что с балансиком? Все хорошо. Так себе было, да? Да. Я вижу. Кто эмоциональнее на льду? Никита. Окей, я. Кто эмоциональнее в жизни? Я. Ну, можно, да. Кто лучше водит машину? Никита. Кто лучше крутит твизлы? Вика. Если приедете в парк аттракционов, там будет страшно аттракцион, или вдруг решите прыгнуть с парашютом, кто пойдет на прыжок или на аттракцион первым? Вика. Я. Кто приходит раньше, если назначена встреча? Я. Точно. На турнире случилось что-то забавное. Кто смешнее перескажет сюжет знакомым? Никита. Редкий случай, у вас свободное время, гуляете по незнакомому городу. Кто ведет по маршруту? Вика. Я. А если вы заблудились, кто еще? Я. Обратно. Кто чаще поет или напевает хотя бы в полголоса, когда слышит знакомую мелодию? Напеваю я. Кому чаще приходится уступать, если возникает спор или дискуссия? Ну, мне, конечно. Вы заболтались, загуляли, засиделись с друзьями. Кто первый вспомнит, что пора домой и вообще вспомнить про режим? Когда сидите в Kiss and Cry, кто сильнее сжимает руку? Я. Я даже переборщить могу. Кто первым поверил, что вы стали чемпионами мира? Не знаю. Александр Вячеславович. Да. Правильно, да. Наверное, правильно. Может быть, потому, что чемпионат мира он уже выигрывал и как спортсмен, и как тренер. Для Синицына и Кацалапова это золото первое. Первое оно и для российских танцоров с 2009 года. У меня до сих пор немножко такое состояние очень странное. Вот пока, наверное, этот сезон не закончится, я пока не могу расслабиться и конкретно понять все свои эмоции. Я еще пока не могу отпустить себя. Такой тяжелый год, и, в общем, так все это тяжело, на самом деле, давалось. Было непонятно, будет ли чемпионат мира. Было все из-за этой непонятности. В общем-то, и подготовка была доставлена. Перед началом сезона никто и подумать не мог, что пандемия настолько сильно повлияет на подготовку. Как только появилась возможность после карантина, команда вышла на лед. Поставила новый произвольный танец. «Улыбнись» звучал над катком вокал Майкла Джексона. Но судьба не улыбнулась, а лишь ухмыльнулась и перечеркнула планы, в которых только-только начала появляться определенность. В силу того, что, наверное, набирали мы после сидения дома, трех месяцев почти, даже четырех, наверное, мы не резко входили, но оказалось, что это, наверное, было резковато. Вот, поэтому полетели и колени, и спина. А потом коронавирусом заразилась Вика. И тренировочный процесс пришлось в очередной раз поставить на очень длинную паузу. А когда она позвонила в субботу и сказала, что, пролежав пять дней дома, что «Александр Вячеславович, что-то делайте, пожалуйста, я задыхаюсь». Ну, ей было просто страшно дома одной. Ну, подключили, в общем, серьезных людей, положили ее в больницу и сказали врачи, что молодцы, что положили, там 40% уже было почти поражено. Вот, очень тяжело она выходила из этой истории после карантина, потому что проезжала круг, вставала к борту и дышала очень тяжело. Вот, никто же не знает, какие последствия, что, как. Поэтому мы входили очень мягко. Слава богу, федерация пошла нам на встречу, и мы пропустили чемпионат России. Вот, хотя очень хотели выступать, но вы же поймите, поехать туда не в форме и выглядеть нехорошо. И вот, как ни странно, именно перед чемпионатом мира последние три недели вот все как-то отпустило, ничего не болело у ребят, и мы очень хорошо подготовились. Нам хватило этих трех недель, вот прям пахали и поехали прям в очень хорошей форме. Мы настолько были голодными, настолько понимали, что нас поджимает время, что за такой короткий срок, очень короткий срок, наверное, никогда в жизни, ну, не было у нас такого. Мы подготовились настолько хорошо, что летели на чемпионат мира с чувством максимальной просто, максимальной готовности, фокуса и концентрации. Летели уже со старой произвольной программой. Решение вернуться к ней пришло одномоментно всей команде. И прям видно было, что последняя часть смотрится народным телом, и нет такой жирной точки, то есть программа получалась не цельная. А мы как бы всегда так старались сделать цельные программы, чтобы было от и до. А здесь получалось, что сама медленная часть была красивая, потом она переходила в быструю часть, которая смотрелась как какое-то пятно, шлепок. Это, скорее всего, моя ошибка, что... Ну, слава богу, что я ее вовремя признал, и мы вернулись к старой программе, с которой, в общем-то, мы выиграли теперь и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Все упиралось во время. Та программа позволяла, она была уже накатана, мы целый сезон ее катали, как родная уже. Конечно, с ней подготовиться в таких условиях было возможно. Что-то его стало немножко подколбашивать на отрезере. Мне кажется, он немножко туда уходит. И что на втором немножко подколбашивать стало? Может быть, чуть-чуть вот это сделаешь? Живот в себя возьми просто. Просто ты его когда-то спокойно делаешь, что вообще, там и музыка такая. Там, да, не рви, спокойно вкатись, как сейчас ты там, прям аккуратненько вошел. Вика, сейчас хорошо третий. Ты ускорил немножко? Забыла? Ну, было хорошо. Было хорошо. Мне кажется, Никита сейчас поспокойнее его взял. Просто в третьем твизле очень часто ты ее обгоняешь по скорости. Вращение. Первая сейчас вообще будет, по-моему, рядышком, где. Мы довольно быстро решились на это, потому что было понятие, что мы не успеваем. И старую программу мы с огромным удовольствием начали вспоминать. И она настолько легко и быстро у нас зашла, что это даже дал толчок в подготовке. Мы пересмотрев произвольный танец на чемпионате мира, ну, это 100% был лучший прокат. Ну, безусловно, вот 100% по всему. И по чистоте, и по исполнению. К этому прокату Виктория Синицына и Никита Кацалапов шли 7 долгих лет. Став парой, фигуристы тренировались за океаном под руководством Марины Зуевой. После возвращения в Россию работали с Олегом Волковым, Еленой Чайковской, которые советом и метким замечанием, помогая дуэту, до сих пор. Но самую важную часть этого пути Виктория и Никита прошли вместе с Александром Жулиным. Руки хорошие стали, мягкие. За два года. За три. За три. Да мы уже родные просто, не знаю, стали. Мы настолько друг другу доверяем все, настолько мы любим вот каждого члена нашей команды. Мы разделяем все с ними. Мы очень благодарны за все, что они с нами прошли, так сказать. Ну и мы как-то друг друга понимаем даже с полузгляда. То есть иногда даже вот Саша Александр Вячеславович говорит, что он даже ничего не говорит. Он просто мне взглядом показывает, и я такая, угу. То есть все уже и так понимаешь. Можно даже молча разговаривать, можно так сказать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нам надо... Да, наверное, надо, знаешь, ему больше прогибаться чуть-чуть, а тебе тоже здесь немножко вставать. Да, а ты, ага. Держи просто пузо. Они срывали элементы, завершали выступление из-за травм, не смогли отобраться на Олимпийские игры в Корее. За семь лет Викторию и Никита пережили, наверное, больше многих. Но у них ни разу не возникало желания сказать себе «стоп». Это как цепочка. Вот тут все складывалось из маленьких звеньев, на самом деле. У меня как будто какая-то копилка, в которую мы от каждый раз что-то вкладывали в себя каждый раз. Ото всех людей, которые с нами работали. И от всех событий, которые происходили. Чего-то можно было и, наверное, избежать. Но на самом деле все эти ошибки – это огромный опыт и воспринимаются только с огромной благодарностью, наверное. Без этого, может быть, не получилось бы. Травмы туда. Болезни, вирусы. Болезни, коронавирус тоже туда. А хорошее настроение, работу – все берем и несем в следующий год. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!